На каком основании вы ограничиваете человека в предназначении? Пожалуйста, вы в основании сюда приехали. Пожалуйста, удостоверение. Ну что, вы видите всех от меня? Федеральный закон. Исполните, пожалуйста, удостоверение предъявите. До свидания. Я не хочу с вами общаться. А это кто ГБ? Да. Они говорят, что я задержан. Да. А для чего задержан? Почему задержан? На основании чего задержан? Непонятно. А что? А вы кто? А что случилось? Попроси представиться. Попроси представиться. Я попрошу вас убрать видеокамеру. С чего это вдруг? А? В таком случае не снимайте меня. Вы кто? А вы кто? Я человек. Человек? Замечательно. И мне право снимать. Я являюсь журналистом. Что происходит в данный момент? Вы кто? А я не хочу, чтобы вы меня снимали. Ну это ваши нехотелки, нехотелки, а дальше что. Он? Молодой человек задержан. А вы кто? Что? На основании чего я задержан? Подождите, подождите. Вы кто? Молодой человек, вы меня слышите? Да. А вы кто? Я спрашиваю вас. Вы меня слышите? Я вас слышу. Ну замечательно, пройдемте. А вы кто? Пройдемте. Нет, подождите, а вы кто? А вы кто? Узнаете, кто задерживаете? Я откуда знаю, я не знаю. По заявлению. Попросю о достоверении. По какому вы задерживаете? Тут урудник магазина. Давайте посмотрим ваши удостоверения. Пойдемте. Магазин, пройдемте. Я говорю, в магазин пройдем-те. Что? У вас со целым нем MIT проправления. А я не применял физически запустить. Я прошел еще. Я говорю, придержал молодого человека. Еще раз говорю. Достоверения, давайте, согласно частному.. 12x2, последний абзац. Да? 12x2, последний абзац. Замечательно, молодой человек находится в общественном месте, нетрезвом виде. Вы ведите вашего? Вы кто? Молодой человек, вы мне слышите? Несли. Вы кто? Я его не задерживаю, я вас не задерживаю. Вы кто? Вы на том основании применяете физическую силу гражданину? Я не применяю физическую силу. Кто вы такой? Я не применяю физическую силу. Вы можете идти? Нет. Почему? Кто его ограничивает? Ждем сотрудников полиции. А кто его ограничивает? Я говорю, ждем сотрудников полиции. Вы что, затроллили что ли? Или что? Что происходит? Ждем сотрудников полиции. Кто его ограничивает? Я говорю, ждем сотрудников полиции. А кто его ограничивает передвижение в данный момент? Я как гражданин. Кто вы? Как гражданин? На каком основании? А он в нетрезвом виде, я хочу его сдать в полицию И что? В общественном месте находился То есть вы не сотрудник ЧОПа? Я еще раз говорю Вы сотрудник ЧОПа? Вопрос исчерпан Вы сотрудник ЧОПа или нет? Я вам ответил на ваш вопрос Нет, не ответил Я вам ответил? Вы не ответили на вопрос, вы сотрудник ЧОПа или нет? Я еще раз говорю, я вам ответил, я не с вами разговариваю пока С вами будут разговаривать в отделе Так вы меня задерживаете, вы со мной разговариваете? С вами будут разговаривать сотрудники полиции в отделе Конечно будут, а вы-то сейчас кто? вас устраивает не мы были сидят вот и все вы сейчас преисполнение обязанности ли я еще раз вам говорю вот мой данный момент преисполнение беда серия на этом вопрос и исчерпан данный момент преисполнение на это на этом вопрос исчерпан хорошо принять это выграничить человека передвижение а вы кто на том основании а вы видели вы кто вы видели да секундочку а вы кем являетесь вы просто гражданин это имеет значение конечно кто дры чего человек а вы кто я я журналист я бы вместо бакшаев и игорь чай журналист таком основании вы гречи у человека предложения в основании что приехали смысле захотел приехать отчего скилл и жена ограничена какой-то просто захотел ограничиваю неизвестные люди ограничивают человека передвижение за сверей не предъявляют что черная футболка кто такие может бандиты какие-то молодой человек пытался освободить задержанного который являю на которого написано заявление и ставился журналистом я так думаю что журналистов вот это не написано от того что так что много думают я не переживайте устроение ваш еще раз для достаточно резина вот если вы качете сумичок и эту жалобу на вас до исполнения федерального закона об охране деятельности будет разбираться и с вашим руководством замечательными подушающих порядок пойдемте пойдемте магазина там все скажут как он улучшал мы пойдем мы вызовем полицию зафиксируем заявление полицию вызвали полицию где на полицию вашу час прошел а сейчас ехал города и центра и ваш полиция это не ко мне вопрос и понятно девушка бейджик сотрудник охраны здравствуйте мы имели большая евро игоревич требую заявить о преступлении по адресу билинка 41 неизвестные люди в черной черной одежде черные футболки из опознавательных знаков удерживают гражданина не отпускают чем ограничивают его свободное передвижение да мужчина удерживает магазин здесь парика я вот не знаю есть магазинов мой адрес и билинка 41 я не знаю кто я не знаю кто это охрана или нет они они не представляют что у них бейджика никого нет они не знают и удивляются они говорят что мы простые люди которые были в магазине один из них как-то общего второй просто молчит нарушает федеральное законно пока они едят мне пришлось девочек попросить чтобы они сходили к соседям взяли кнопку и я нажала на кнопку все я буду теперь стоять здесь и ждать они все на что данные люди кем являлись против они были здесь находились я свидетель того как он дебоширил в магазине вас устраивает а вы видели это кто это гбр просто не говоря что мы не гбр мы вообще не при делах мы тут стоим просто человек увидели решили его задержать нет 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 это судьи гбрдают сотрудники гбржу нашли ко мне сюда вон подписала документ у них то что я в тезик ним не имею что все хорошо что они приехали вовремя у вас с ними какой-то договор донской а у этого магазина заключена непосредственно какое-то чоп является как название чоповцы не знаю не скажу потому что это не пасе мы же как аренды съемщики получается мы снимаем аренду тут уже непосредственно охрана идет сам магазин ваше удостоверение ваше удостоверение федеральный закон вспомните пожалуйста удостоверение предъявите до свидания до свидания до свидания до свидания ваше удостоверение сотрудник гбр вы что урушаете федеральный закон сотрудники знаете об этом нет вот даже поэджика нет подтверждающего то что вы являетесь сотрудниками гбр сейчас железо на полиции разбираются я туда я не знаю девушку вызывал а кто вызывается я тоже вызывали девушка на которого написано заявление на которого написано заявление У меня девчонки сходили в соседние, взяли кнопку, мы вызвали ГБР. Ну, ребята приехали. Первый последовательный знак, нарушение формы одежды. Можно еще увидеть вашу нагрузку знак. Во второй момент, данные сотрудники, которые стоят за вами в черных футболках, как пояснил продавец, являются сотрудниками ГБР. Неоднократно мы просили предъявить их удостоверение, как видите, у них нет ни бейджиков, никаких опознавательных знаков, сотрудники ГБР. Они вообще сказали на видеокамеру, что они здесь просто видели и слышали, как человек, ну, ведет себя, грубо говоря, неподобающим образом. Мы требовали у них предъявить удостоверение. Согласно статье 20.1 Федерального закона об охранной деятельности, там, последний пункт, пункт 5, обязывает их, потребованию граждан и сотрудников полиции, удостоверение предъявить. Мы хотим убедиться, что кем являются эти люди, потому что по данным действиям сотрудников полиции тоже будет, ой, сотрудников ЧОПа тоже будет написана жалоба. Я прошу вашего содействия, во-первых, ну, ваше устранить момент связанности. Что касается его на грудного знака, он находится в ремонте. Шадрин Дмитрий Валерьевич. Не служебное удостоверение. Шадрин Дмитрий Валерьевич очень приятно, возвратил вопрос к участковому помощи. А можно тогда вашу доверенность на человека? То есть, просто я, если бы я вышел сюда, как бы выясняю, кто вызывал полицию. Ну, мы тоже просто делали обращение. И теперь нужно было, чтобы я выяснялся. Шадрин Дмитрий Валерьевич, теперь вопрос касаемо данных сотрудников. То есть, у меня, как я уже пояснил, в следствии федеральных законов об охранительности, у меня есть такое право потребовать них удостоверения. Я вот при вас хочу увидеть удостоверение данных сотрудников ЧОПа. Дело в том, что... Да, я не буду показывать молодому человеку удостоверение. Он не представился никак в зависимости от имени и отчества. То есть, и не показал никаких удостоверений. Он сказал, что он репортер. Никаких удостоверений не показал, что он репортер. То есть, он также нарушает закон. То есть, нужно, во-первых, если сам требует, значит, сам соблюдать законность. Вот, секундочку. Секундочку. В федеральном законе об охранительности не сказано о том, что я обязан какие-то документы предъявлять по требованию сотрудника ЧОПа. Там обратная ситуация дается. Поэтому я еще раз прошу вашего содействия нарушать данный момент, данный момент, данный момент, нарушается федеральный закон об охранительности. Я прошу потребовать... Я личность данных граждан установлю. Я, гражданин, имею право, и он тем более, раз его задерживали, имеет право знать, кто его задерживал. Он еще не задерживал. Задерживали. Его задерживали. Именно вот эти сотрудники у нас есть на камеру. Они его задерживали. Где вот... Простили молодого человека, простили молодого человека, простили молодого человека, Простили молодого человека, чтобы подождал полицию. Где вот эти люди... Человек сам вызвал полицию через 02. Его данные там есть. Я сейчас приглашу вас на участок полиции. Вы подготовите заявление. Напишите. Здесь что ли будет? Здесь совсем комфортно. Данный момент нарушается в идеальном законе. Вы какие-то меры будете принимать или нет? Участок полиции рядышком. Я приглашаю вас туда. Я здесь. Сотрудники данные сотрудники напишут мне сейчас по данному факту объяснение также я их вопрошу. Поэтому их личности будут установлены. Я-то как могу убедиться в том, как я могу убедить их удостоверение в данный момент? Если я предложил сотрудникам предъявить удостоверение, они отказались. Я сейчас буду. Они также будут приглашены на участок. Их личности будут установлены. С вас. Пожалуйста, заявление. Мы вам в соответствии с действующим законодательством дадим ответ. Давайте тоже заявление. Что такое? Заявление будем писать на участке. Я здесь хочу написать. Вы со мной пройдете на участок для дачи объяснения потом из вас примут. Я хочу на место. Задержим? Нет. Ни в коем случае. Я говорю, сейчас на участок полиции пройдем. Я же не задержан. Вы не задержаны, но вы для выяснения личности пойдете со мной. Для чего? Для выяснения вашей личности. Вы можете предъявить мне ваш паспорт? Чёп какой? Чёп какой? Гладиатор. Изолятор. Гладиатор. Гладиатор. Изолятор. Изолятор. Изолятор, пока вы. Пока только гладиатор. Предлагаю вам пройти в добровольную. Предлагаете? Пройти на участок полиции для дачи объяснения. Отказывать. По существу заявление. Так отказывать. Пройдемте, пожалуйста. Нет. У меня заявление примите, пожалуйста. Я приму. Приказ 736 обязан вас принять в любом месте. В любом месте? Да, в любом месте. Пожалуйста. Но я вам не дам сейчас талонное уведомление, правильно? Вы знаете, 736 приказ делается. Конечно, мы его заварим. И че могут вам дать талонное уведомление? Я очень хочу. И вы дают в черной части. Давайте я вам зачитаю, чтобы у него не было вопросов. Я зафиксировал, что вы меня его приняли. Если вы оставите без внимания, но это значит будет бездействие и халатр с вашей стороны. Сюда все с вами. Я у вас прямую, я не отказываюсь. Ну, смотрите, давайте я зачитаю, чтобы он не был. Потому что почерк у меня тоже не очень хороший. 22.08.18, примерно в 16.10. Я приехал по адресу уверенность 41. Меня пригласил мой знакомый. Так его одерживают люди, которые не приставились, были одеты в черную одежду, без опознавательных знаков. Как следует из объяснения, и сотрудницы магазина Вестфалика, данные люди являются сотрудниками ЧОПа. Я и Вестфалика требовали представиться данным людям, на что они ответили отказом. Также отказались предъявить удостоверение. Считаю, что данные люди являются сотрудниками ЧОПа. И в соответствии с статьей 12.1 Федерального закона о частной директивной охране деятельности Российской Федерации, обязаны были предъявить удостоверение. Прошу провести проверку по данному факту и привлечь данных людей к ответственности, предусмотрению действующими законодательствами Российской Федерации. Готов предоставить видеозапись описанных событий. Вызову дата подписи. Заявление ваше будет сегодня зарегистрировано. Пожалуйста, на Никитина 18 будет проверка проведена. То есть вы отказываетесь? На вашу прозву? Это прозву же была, да? Нет, ведь он семья, ему сейчас неудобно, он не хочет. Я потом здесь дать объяснение, вызываете ее, потом он спокойно явится. Второй подъезд, второй этаж. Я вас завтра буду ждать ко мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok